Привет, друзья! В послевоенное время, когда страна испытывала острую нехватку жилья, по всему Советскому Союзу началось массовое строительство многоквартирных домов, так называемых хрущевок. Если во времена Сталина здания строились красивыми и монументальными, то после его смерти архитектура домов стала предельно простой и функциональной. В 1955 году было принято постановление об устранении излишеств в проектировании и строительстве, которая положила конец периоду сталинской архитектуры. Так как требовалось построить десятки миллионов квадратных метров жилья, а денег на то, чтобы дома строить красивыми и монументальными не было, это было вынужденной мерой. Да и простое функциональное жилье для рабочего класса можно построить гораздо быстрее, чем роскошное. А людям, живущим в бараках и общежитиях, получить свою квартиру в хрущевке было настоящим счастьем. В связи с экономией при строительстве дома проектировались максимально компактными. Санузлы в большинстве случаев были совмещенные, а кухни и лестничные площадки строились небольших размеров. Коридоры в квартирах также были небольшими. При этом советские инженеры спроектировали открывание входных дверей внутрь квартир, где и так мало места. Но это было сделано неспроста. Такое расположение дверей было вызвано необходимостью соблюдения мер безопасности. В случае пожара или другой аварийной ситуации, например утечки газа, а также в случае авиационных ударов потенциального противника и появлении необходимости массовой и быстрой эвакуации всех жильцов дома, двери открывающиеся внутрь квартиры не будут мешать соседям по этажу открыть свои двери, а соседям с верхних этажей бежать к выходу из дома. В первую очередь это обусловлено узкими лестничными площадками. К тому же двери, которые открываются внутрь квартиры, гораздо легче выбить, ведь они не упираются в коробку и в случае необходимости экстренные службы смогут быстрее попасть внутрь. В северных районах, даже в частных домах, входные двери устанавливают так, чтобы они открывались внутрь дома. Это обусловлено тем, что если ночью будет снегопад и входную дверь заметет, то ее все равно можно будет открыть и расчистить проход. Ну как, сдала? Пять. Молодец. А подружка? Не знаю. Кому понравилось видео, с вас лайк, подписка и комментарий. Ну а я пошел искать новые интересные и необычные факты. С вами был Алекс Мосс. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok